Сжигание жира будет для вас налегким похудением по системе HIT. Основные понятия. Тело состоит из мышц и жира. Кости, внутренности и прочее мы отбрасываем. Оно нас не интересует. Жир сжигается только мышцами. Следовательно, чем больше в теле мышц, тем эффективнее сжигается жир. Для того, чтобы мышцы сжигали, жир нужно давать им нагрузку. Во время разного рода диет вес тела теряется в основном за счет сжигания именно мышц в организме, а не за счет жира. Следовательно, у человека после диеты в организме остается меньше мышц, чем было до диеты. Поэтому соотношение мышц и жира становится еще меньшим. И потому у многих после диеты лишний вес набирается даже быстрее, чем было раньше. Правильный тренинг невозможен без соответствующего правильного питания. Есть такая штука, как кардио-тренинг. Суть его заключается в том, что выполняется какое-либо упражнение, например, бег в таком темпе, что пульс повышается и попадает в так называемую кардиозону, при которой сжигание жиров наиболее максимально. У каждого человека эта самая кардиозона, по сути, своя. Она зависит от возраста, веса и от приспособленности организма к нагрузкам. К примеру, если человек не бегал ранее, то уже на третьей минуте бега сердце будет уже выпрыгивать. Однако после двухнедельного периода пробежек человек может спокойно бегать по 20 минут без каких-либо проблем. Кардиозон немного сместится. Во время занятия аэробными нагрузками бег, плавание раскручивается в организме процесс жиросжигания, который длится во время самой тренировки, а также длительное время и после тренировки. Посему, чем эффективнее его раскрутишь во время тренинга, тем дольше он проработает после окончания тренировки. Соответственно, тем больше жиров будет сожжено. Кардиотренировка, например, бег, должна длиться в идеале минут 40-60, но не более чем полтора часа, ибо первые 25 минут организм расходует запасенную в мышцах энергию, и только после того, как эта энергия закончится, примерно после 25-минутной тренировки, организм начинает сжигать непосредственно сам жир. Очень важно придерживаться высокобелковой диеты. Мышцы состоят из белка, потому, чтобы не потерять во время кардиотренинга вместе с жиром еще и мышцы, нужно есть больше белка. Белок не откладывается в жир. Организм затрачивает на переваривание белка больше энергии, чем получает от него в итоге. Обязательно нужно есть много овощей, ибо клетчатка выводит отходы распада белка из нашего организма. Если этого не делать, можно получить белковое отравление. Шансов мало, но они есть. Подпишись обязательно на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok